Всегда считала, что очень такая профессия – это учитель, это врач и это летчик. Вот почему-то для меня вот эти три профессии были. Но моя профессия мне очень нравилась, потому что не с экрана. Я всегда ребятам говорила. Сама Валентина Яковлевна Шерсткова себя к героям ни в коем случае не причисляет, хотя статус полного кавалера Ордена Трудовой Славы по праву приравнивает ее к героям социалистического труда. Просто, говорит, честно работала на металлургическом кабинете. Трудиться на НТМК начала в 17 лет. Сначала в сатураторной готовила газированную воду для металлургов, а в 18 стала крановщицей в колесопрокатном цехе. Колески отдала 35 лет. Все типы кранов освоила. Писали молнию, привет бригаде, там такое-то, прокатавши 10 колес. 10. Это вот первое колесо, потом 2, потом 3, в общем, 10. Ну и в итоге, когда уже так, работу все наращивали, наращивали, и когда я уже уходила, мы уже покатали по 700 и больше колес. Пришлось мне обойти в парткоме. Правда, я, это та работа, от которой я очень отказывалась. Я любую, для меня, чем говорить, я лучше что-то пойду сделаю. Надо иметь образование, надо знать всю технологию цеха. Я знала свою работу, я знала работу машинисток, рано я цепочку там в общих чертах, я все знала. С людьми встречалась, со всякими. И у нас вообще-то люди-то хорошие. Лавры орденоносца не кружили ей голову. Не загордилась, никогда не смотрела на людей свысока. Всегда занималась шефской работой. Для ребят из детдома устраивала экскурсии на производство, в музей. Спортивные вылазки на природу, комсомольские праздники. Все на ней, на активистки. Тот заряд энергии, что в молодости получен, и сегодня никуда не делся. Вместе с супругом занимается бальными танцами. Коллектив «Вдохновение» постоянно участник фестивалей. И городских, и областных, да и общественная жизнь никуда не делась. Валентина Яковлевна в Советах ветеранов Евраз-НТМК и в городском. А про героев говорит так. Сейчас, ну сейчас, конечно, это, наверное, каждый, наверное, хоть каждого спросить, и каждый скажет, что сейчас медики, врачи. У них действительно как невидимый бой какой-то, значит, да, борются с невидимым врагом. Не видно с кем, но они делают, они делают свое дело, я считаю, и герои. Потом есть, даже молодые есть другие, вот эти волонтеры, они тоже, вот я считаю, что это сейчас, в данное время, они герои. Поэтому сегодня мечта полного кавалера Ордена Трудовой Славы Валентины Шерстковой, чтобы коронавирус, наконец, отступил, чтобы снова встретиться с друзьями-ветеранами, чтобы все были здоровы.